Всем привет! Сегодня будем делать целебный мед из одуванчиков. Это варенье из цветов на вид и по вкусу очень напоминает натуральный мед. Используют его не только как вкусное лакомство к чаю, но и в лечебных целях. Для этого самое главное правильно заготовить цветы. Собирать одуванчики нужно теплым солнечным днем. При этом выбираем самые крупные, хорошо распустившиеся цветки с максимальным количеством пыльцы. Именно она нам нужна для варенья. Стараемся срезать только лепестки. Чашелистик, который имеет зеленый цвет, брать не надо, иначе мед будет горчить. Обрезать одуванчики лучше сразу на поле, так как сорванные цветы очень быстро закрываются. Имейте в виду, что одуванчики обладают свойством закрываться ближе к вечеру сами по себе. Поэтому оптимальное время для сбора этих цветов где-то в обед. Теперь, когда вы знаете, как правильно собрать одуванчики, можно приступать к процессу варки меда. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Заготовленные лепестки одуванчиков перекладываем в эмалированную кастрюлю. Заливаем водой комнатной температуры и отправляем на огонь. Обращаю ваше внимание, что промывать цветки не нужно. После закипания варим одуванчики 10 минут без крышки на небольшом огне. Затем добавляем лимонную кислоту и продолжаем варить еще 20 минут. Дальше процеживаем отвар с помощью сита. Выжимаем все до последней капли. Теперь в кастрюлю высыпаем сахар. Заливаем его приготовленным отваром. Перемешиваем. И снова ставим на плиту. Как только содержимое кастрюли закипит, выставляем минимальный огонь и варим наш мед еще 30 минут. Крышкой не накрываем. Чтобы мед получился более густым, можно кипятить минут на 10-15 дольше. Но в таком случае целебные свойства варенья уменьшаются. Выключаем огонь. Снимаем пенку, если она вся не уварилась. И разливаем мед по сухим баночкам. В горячем виде он очень жидкий, но со временем масса станет похожа на натуральный мед. Даем варенью полностью остыть. А затем закрываем крышками. Можно использовать капроновые. Храним при комнатной температуре. Вот и все. Целебный мед из одуванчиков готов. Пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Оставляйте комментарии. И подписывайтесь на наш канал. Чтобы не пропустить следующее видео, нажмите колокольчик. До новых встреч!